Расшифровать штрих-коды поможет специальное приложение, установленное на смартфон. После считывания кода хозяин смартфона попадает на сайт rfqr.ru и получает информацию о городе и учреждении, отмеченном специальной табличкой. Реализация данной программы особенно актуальна для городов с большим количеством приезжих, туристов, отдыхающих, поскольку гражданам она позволяет на месте легко ориентироваться, легко находить необходимые товары, учреждения, заведения и так далее. Поэтому, создав комфортные условия для наших пребывающих и отдыхающих, мы тем самым планируем увеличить количество гостей. Новинка на курорте и на Кубани. Анапа приняла пилотный федеральный проект по инициативе мэра Анапы Сергея Сергеева. Цвет каждой таблички с QR-кодом информативен. На белом фоне зашифрованы сведения по городским объектам. На голубом – транспортные услуги. Объекты культуры, отдыха, исторические места и справки отмечены розовым цветом. На желтом – карта местности с привязкой к точке нахождения. Каждая табличка с кодом изготовлена из прочного и долговечного материала. Милофрезерные станки вырезают QR-коды на алюминиевой плитке со специальным покрытием. Управляет станками компьютер. Во многих местах нашего города установлены функциональные коды. Вот один из них – навигационный. Показывает фрагмент карты города, который, собственно, перед нами раскрыт на этом стенде. Это уже раскрытый QR-код. Отличительной особенностью является то, что мы проанализировали, можно сказать, весь мировой опыт. Еще один элемент программы «Открытый город» – информационные стойки. Всего за три клика по экрану сведения о предприятии, включая телефоны, сайты и адрес электронной почты, система выводит на экран. В радиусе 10-15 метров от стойки можно будет пользоваться бесплатным Wi-Fi, правда, всего 10 минут. Время, необходимое для проверки электронной почты или выхода в социальные сети. Следующий этап программы – установка информационных стендов со схемами участков города. Это информационная стойка, полностью разработана нами. Она предоставляет доступ на интернет-портал rfqr.ru. Здесь есть четыре раздела – справочник по всем предприятиям города, раздел с достопримечательностями, навигация и транспортная система города. В основе программы «Открытый город» – разработки Японии, Британии и Швейцарии. Взяли такую тему, как радиус 5 минут пешком. Для курортного города, где много людей с детьми, это очень актуально. Но в целом это оригинальный проект. Изначально QR-кодами в Анапе отметили 54 здания. Со временем штрих-кодов станет больше. Сегодня еще в семи городах Кубани готовы к реализации программы. А в России – 18 таких городов. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа. Регион.